Девушки отдыхают 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 И с тоской на самолеты смотрят. На какие самолеты? Если бы. У них теперь все пораздельно. Ковры в горлицах висят. А самолеты на опушке стоят. А опушку нашу они в аэродроме переименовали. А Соловушка что там делает? Какой Соловушка? Ну, наш, у нас больно. Че он свистит-то там? Дуры-то не цивилизованные. Это самолеты свистят. А Соловушка смотрит на них и плачет. Плачет? А ведь такой веселый был. Эх, тоскуете, старые коряги? А как не тосковать-то? Совсем от безделия чумели. Некуда ступи святать, некого на кольщей натравить. Никто из пушки в лесу датах не поворачивал. А ты нашла что-нибудь сказочное? По-моему, нашла. Что? Да подойдите, дайте отдышаться. Нет, рассказывай, иди не время. Вышла я из избушек. Пошла сказку искать. Кроваро все переливается. Бибушки плакурочки перешетут. А только услышали, когда идиотки. Опять завела свою поэзию. Покороче можешь? Могу. На чем я стою? На дятлах. На каких дятлах? Которые перестукиваются. С кем перестукиваются? Не знаю, с кем они перестукиваются. Это про дело давай. Про какое дело? Ты сказочная нашла, что ли? Нашла. Так рассказывай. Так вот. Вышла я из избушки. Тишина круглого. Только и слышно, как дятла перестукиваются. Да хватит про дятла. Нашла что-нибудь? Нашла. Так рассказывай про то, что нашла, а не про дятла. Если ты хочешь на меня отвечать, я вообще ничего рассказываю. Прибуду. На чем я стою? На дятлах. На каких дятлах? Которые перестукиваются. Так вот. Пошла я на их дивный перестук. Вдруг обо что-то споткнулось. Но я встала, при нерастерной. Кнулась. Гляжу червя. Ни головы, ни хвоста не видать. Лежит, как неживой. Дай, думаю, оживлю. Начала я колдовать. А он людским голосом заговорил. Ромашка, ромашка, я дядя. Ой, думаю, чудеса. Ромашка взглядом разговаривает. Как слышно, прием? Пригон. Прием. Какой прием? А вот какой. А ну-ка, послушаем. Дятел, дятел, я ромашка, слышу вас хорошо. Подтвердите выход солдат на учение. Подтверждаю. Благодарю за подтверждение. Вы будете представлены к награде. Служу отечеству. Постоянно быть на связи. Есть. Я все поняла. Это солдаты по разным канам леса сидят и нужные разговоры разговаривают. Полевой телефон называется. А почему полевой, если он в лесу? Почему, почему? По кочану, вот почему. Военная тайна называется. Уйди, дуй, на место положь. Солдаты. А раньше, помнишь, придет солдат Андрей за советом. Ключевкой обставет, мы ждем при газе. А ты его накормишь, наконишь. Дорогу тебе горожечку пашешь. Эх, давно в том солдатике не захожу. Придумала. Отнесла. Отнесла. И как было ли с тобой прикрыла. А теперь тащи его сюда. Зачем? А затем, что сейчас сказку делать будем. Что ты придумала? Им эти разговоры, страсти как и нужны. А мы начнем мешать им эти разговоры разговаривать. Они подумают, что тут неисправность какая-то. И пошлют солдатикам неисправность подчинять. А тут мы. Вот сказка-то и начнется. Принесла. Принесла. А брат вынеси. Давай сюда. Дятел, дятел, я Ромашка. Дуалетная бумажка. Это что за шуточки? Шареные уточки. Ромашка, ромашка, я дятел. Вы что себя позволяете? Как собаки лаете? Прекратите хулиганить. Пят, вы можете порадить. Тут какие-то помехи. Будут для тунавихи. Ромашка, ромашка, я дятел. Кто-то прослушивает связь. Вполне возможно, это иностранная разведка. Ромашка, срочно вышивайте кого-нибудь из солдат найти и обезвредить шпиона. О, сейчас солдатик пошли. Тихо ты. Дятел, я Ромашка. Все на учениях. Остался только один солдат. Но у него увольнительный. К нему невеста приезжает. А где он сейчас? Готовится к увольнению. Как фамилия? Рядовой бедняк. Отставить увольнительную. Послать бедняка на устранение опасности. Товарищ дятел, к нему ж невеста приезжает. Отставить невесту. Выполнять. Есть. Ой, к нему ж невеста приезжает. Итак, баба Яги есть? Есть. Красный девица имеется? Имеется. Солдат со злом бороться идет? Идет. Ну, наконец-то! Солдат со злом бороться идет. До тишин до шумпоте. До пумии до шумпоте. Вылокили. Такие явно шумпотоны. До утра, до утра, до утра. До михожь поженее. До утра, до утра, до утра. Пойдет по евреймбандууз. Продолжение следует. Это еще кто? Капитан, не переступивайся. Молчи, дура, кто там? Извините, пожалуйста, вы не подскажете, как пройти на заставку? Я заблудилась. А ты кто? Меня зовут Маша, я приехала к своему жениху. Он здесь и нужно проходит. Ну и конец. Капитан, не переступивайся. Капитан, не переступивайся. Бедняк. Грядовой бедняк совершает удержку парадной формы для увольнения гарнизона. Маша моя приезжает, товарищ Дмитриевич. Я должен тебя огорчить, Макирь. Дело в том, сынок, что увольнительное твое отменяется. Как так? Я, Ефимович. Тот-то прослушивает наш полевой телефон. Товарищ дятел приказал найти обезвредив шпиона. Ну почему я? Мне звонить? Больше нет, все научи. Ну и я, Ефимович. Бедняк. Я. Выполня. Есть. Оденься, сынок. Скади в оружейлюбом. Возьми штык-нож. Пострее. Да автомат по прицелению. Вот тебе вещь-мешок. Днем ухан хлеба. Досум вермишелевый. С мясом. С рисом. А Маша придет, я все объясню. Разрешите идти. Идите. И не забывайте, царица наук. Сроевую подготовку, о ней мысли яснее. Спеть мне на задание. Шага. Марш. Ну-ну. Музыка. Ну, входи, Маша. Так, бабушка. Здравствуй, милая. Ты что с тобой приключилась? Я приехала к своему жениху. Он здесь мысль по-прогоду. Зашла с поезда и решила лесом нафинить по лесу. Но заблудилась. А вы кто? Что вы здесь одна в лесу делаете? Дом у вас какой-то странный. Я? Баба Яга. А это моя избушка на курьих ножках. Что? Баба Яга. Сейчас я тебя есть буду. Влезай в печь. У тебя что, бабуля, крыша поехала? Да, покосился немного. А что, сильно заметно? Сильно, бабуля. Ну, ничего. Я твоих из ларца позову. Они мигом все починят. Они у нас мастера на все руки. Какого? Хочешь дворец эту ночь построить, а хочешь дубиками поколоть. Смотря какое у них настроение будет. У вас что, они все дома? Как ты догадалась? Так это видно. Видно. Эй, вылезайте, вас видно. И спрятаться ты толком не мог. Здравствуй, Маша. Здравствуй, Машенька. Здравствуй, тебя вы кто? Я Бабника. И я Бабника. Я, пожалуйста, пойду. Куда? Саша Кощеевна. У меня так сложный домик. Я у него дрожков, ты пихла. Пойду я, а то в дрожки остынет. Стой. Никуда ты не пойдешь. Мы тебя сейчас есть будем. Вылезай в печь. Мне все это надо дело. Что здесь происходит? Сказка. Это из души на крылья кошка. Это сумасшедший дом. Она нам не верит. Сейчас болит. А ну-ка, тащи сюда шапку, не веди. Ну как? Вам не идет. А ты чего не удивляешься? Почему? Ну ты видишь, что ты ее не видишь. Ну как же я не вижу, когда я ее вижу? Вон, да, опять он болит. Я что, не исчезла? Исчезла. А как же она меня видит? Ой, появилась. Значит так, ребята, я вам в ту вторую полицию скажу. Стой. А ну-ка, тащи сюда скатиться, мамра. Сейчас ты убедишься, что попал в сказку. Ну, что стоишь? Угощайся. Чем угощаться? Как это чем? Вот балычок и ситровый, бинзоморский, фрукты. Чего-то меня не видно, ты не видела никогда. Я все поняла. Ты в вашу сказку не веришь. Поэтому для тебя чудес не существует. А ты попробуй, поверь, что это действительно избушка на курьих ножках, что мы бабы-яги, и что ты попала в сказку. Ну попробуй. Ну пожалуйста. Ну хорошо. Это тарелочка с наливным яблочком. Сейчас я буду яблочко по тарелочке катать, и мы увидим, что на свете делается. Распродажа на Алиэкспресс. На Алиэкспресс. Только на Алиэкспресс. Добавляйте товары в корзину и получайте купон на 200 рублей. Распродажа на Алиэкспресс. На Алиэкспресс. Только на Алиэкспресс. Добавляйте товары в корзину и получайте купон на 200 рублей. Значит, я действительно попала в сказку? Конечно! Значит, это действительно из-за мужа накурит ножку? Конечно! А вы, бабы, я и... Конечно! Значит, я попала в сказку. А как же мой жених? Неужели, если больше не встретишься? Встретишься. Мы тебя к нему проводим. Только одета ты как-то не по-нашему. А у нас, по-нашему, кто не одевается, бабы? Это фирма. Какая фирма? Да не фирма, а фирма. Пупс. Какой пупс? Да не пупс. Красотки в Голландии. Это Англия. Это Австралия. Одним словом им. Кому портит им? А нам. А нам пупс. Скидывай свой пупс и одень-ка вот это. Зачем? А за тем, что неприлично в такой вот фирме, в сказке находиться. А ну, быстро надевай, а то не видать о Макеи. Значит, да. Мы с младшей сестрой заведем Машу в Кращеево царство. А ты сиди здесь и жди. Когда придет солдат, скажи ему, что Машу угощи я. И дай ему клубок сопроводительный, чтобы он дорогу туда указал. И посмотрим, что из этого выйдет. Машу угощен. Машу угощен. Машу угощен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Барбара, краса, померла бы от зависти. А Лёнушка рядом не стояла, ну, вылитая яблок. Ну, пойдём, Маша, мы тебя в сказку проводим. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вдоль по дороге, вдоль по дороге, Вот я шагаю раз и два, плевать, что дырки в консоли И вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Ать-два левый, ать-два правый, вдоль по дороге столбовой, А то, что ветер в карманах, так это пустяк. Главное дело, что живой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так, ну, наконец-то солдатик идёт. Так, как же мне его встретить? Он войдёт, а я ему скажу, Клабок, клабок, я тебя не съем. Не, не то. Он войдёт, а я ему скажу, Кто сидел на моём стуле и сдвинул вас место. Опять не то. Вспомнила. Фу-фу, давно в нашем лесу русским духом не пахло. А теперь русский дух сам ко мне пришёл. А потом я его... А ну-ка, стоять! А ну-ка, стоять! А ну-ка, стоять! А ну-ка, вылезай! А ну-ка, вылезай, я говорю, зачем? Лицом в печке. Лицом в печке, я говорю. Давай-давай, иди, иди. Ноги расставят, руки за рук, Предупреждая, я думаю, кружу вам. Оружие есть? Нет, ты чего руками шелопой будешь? Ну, да это я не шелопой, Это я не обыскиваю. Так, привет, обнуржение оружия. А ну-ка, стоять! А ну-ка, кругом? Я сказал, кругом? Да нет, ты издеваешься, а стоять! Нет, ты русским языком, сынок, скажи, Что делать-то? Ну-ка, мне лицо! Отвечай, кто такая? Почему у вас в доме кабель болевого телефона? Так ты и стала есть в отеле меня? Молчать! Здесь вопросы задаю я. Откуда известно мое имя? Дело в том... Молчать! Всё ясно. С каким заданием вас послали? На какую разведку работать? Где зарыт на рожук? Постой, ты чё не в себе? Вармал всё раскидал, Вопросы непонятно какие ты стоишь, Руками шлопнулишь, Ты пугал меня до смерти. Отвечай на посланный на вопрос. Кто ты? И почему здесь наставили? Не сутись, солдатец. Сейчас я тебе всё объясню. Это избушка на пухнушках. Я вам легал. Ты веришь в сказки? Сказки? Сказки-то я и верил. Вот в сказки-то и попал. Ты мне сказки-то не рассказывал. Здесь граница проходит. Правильно, граница между сказкой и вылью. А кто связь тогда прослушал? Памьи, да. Зачем? Чтоб тебе к нам сказку заманить. Зачем? Ой, да ты пусть устала здоровья. Сейчас я тебя накормлю. Что это? Это? Сказки-то самобранный. Ешь на здоровье. Так это действительно сказка? Дело в том, Макея, что если твоя Маша у Кащея томится, выручать её надо. Откуда ты про Машу знаешь? Ах, да. А как она к Кащея попала? Это не важно. Давай лучше посмотрим, что с ней. Ну что, Маша, пойдёшь за меня замуж? Никогда. Да, я Макея люблю. Убери когти. Тогда посиди в темнице. Может быть, одумаешься? Какой яйцо? Какой яйцо? Какой яйцо? Ну, я ему когти-то поломаю. Яйцо под майонезом. Опять яйцо. Яйцо под майонезом. 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 Макея. Яйцо под майонезом. Яйцо под майонезом. Яйцо под майонезом. Яйцо под майонезом. Глазов沒有学. caster стелков дистанционер. Да пока у нас в квартире с тобой понял, я составлю, а у Кащея дворец в утром понял, мы с утра до вечера танцевать идем. Ничего не понимаю. Как ты изменилась, Маша? А твои письма? У них столько ласки и нежности. Когда я получала тебе письмо, то хотел сплакать от невозможности увидеть тебя. Сейчас, немедленно. Я перечитываю и перечитываю до тех пор, пока новое не введешь. Маша, я не могу поверить, что это ты. Ну не надо, не убивайся, ты так. А ты помнишь? Помнишь мои цветы? Я всегда дарила тебе только одной розы. Она стояла дольше других цветов, а когда засыхала, то не терялась ее прелесть. Ты ставила ее вазу другим, таким же розам. Как ты перекла эту необычную вещь в детстве. А ты помнишь? Помнишь, как мы с тобой познакомились? В метро. В переполненную вагонию. Мы случайно оказались рядом. Вот так лежатые группы. Одну сиденье. Было поздно. С каждой станции народ становился все меньше и меньше. А мы с тобой так и едем, когда мы проживали. Свою станцию я давно не буду приехать. Вагонок и стерк. А мы с тобой так и едем. Я даже не помню, как мы очутились на улице. Этот вечер мы долго вродили. Так мне не сказали друг друга не смогли. Говорить ни о чем не хотелось. Да и не нужно было. Мы целовались и плакали от счастья. Ну не могу я больше не Маша я. Кто за чертовщина? Ты кто? Я не чертовщина. Я бабъяга. Сестра той, которая тебе в уход дала. Ну не расстраивайся. Ну Маша вадуги, а? Ну отсталить слезы. Отвечай, где Маша? Красная девять и бумаги твоя. Хащай вот царство. Плохо ей там. Выручать тебе ее надо. Хащай свою жену ее сделать хочет. Так что ж ты мне мешаешь, горка старая? Так положено, иначе касса не будет. А давай посмотрим, что с твоей девкой сделают. Как это? Посмотрим? Тарелка телевизиона на сестры твоей осталась. Это не беда. Я тебя в последний раз спрашиваю. Пойдешь за меня замуж? Никогда. Выйди из темницы. Закрой решетку с твоей стороны. Ну так знай. Если за ходом солнца ты не согласишься, то превратишься в камень и будешь стоять здесь, пока смерть моя не придет. Она не придет никогда. Я вечер. Лучше камнем быть, чем с тобою жить. До захода солнца недолго осталось. Посиди подумай. Не плачь, бабуля, успею. Не плачь, бабуля, успею. Не можешь еще за старшую строй предстоит встретиться. А она женщина серьезная. Неужели у нашей сказки будет плохой конец? Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Солдатик, помоги. Чего делал, бабуль? От жажды умираю, а водитель достать нет сил. Помоги. Сейчас, бабуль, потерпи, не может. Не видать тебе, Маша, из этого колодца еще никто живым не выходил. Где солдат? В колодце смерти дожидается. В твоих рук дело. А то чьих же. Как ты не понимаешь, если до захода солнца Макия Машу не вызовет, в нашей сказке будет плохой конец. Ему из этого колодца ни за что не выбраться. Не может, в нашей сказке будет плохой конец. А вот это уже от Макия зависит. Дело в том, сестрица, что в колодце-то есть подземный ход, который ведет прямо во дворец Кощея. Но ход тот камнем закрыт, и сдвинуть его невозможно. Неужто никакого средства нет? Есть одно. Но ему до этого никогда не додуматься. Если он 33 раза ногой топнет, то камень отвалится. А помечница? Нельзя. Двое злорца одинаковых с лица тут камень вставит. А они все на совесть делают. Коль 33 раза в могиле топнет, камень ни за что не отвалится. Где солдат? В колодце. Смерти дожидается. В твоих рук дело. А то чьих же. А я вот яйцо не принесла. Какое яйцо? Созревший Кощея. Ты что, правила нарушаешь? Он должен был сам это сделать. Очень ему помочь хотелось. Полюбился он мне. В издушку ворвался, все раскидал. Попосли какие-то сетова обыскал. Хороший солдат. И мне он приглянулся. Если вы слышите, какие он мне слова говорил. Говорит, люблю тебя. Жить без тебя не помогли. Давайте мы поможем. Хорошо. Мы сейчас пойдем в Кощеево царство. И если он туда доберется, то мы ему поможем. А если не доберется, значит он Маши не достоин. Пошли. Кощеево царство. Пошли. Пошли. Кощеево царство. Тrunка. Пошли. Пошли. Субтитры создавал DimaTorzok 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 -какая-кафечка. А вот молодец удалец из-за полицы, который ворот в перо жарких птиц, которая в зону, следит за девицей, которая в тёмной темнице томится, в замке которой построил кощик. А вот огнедышащий змеет черв ambolome, и хочет убить молодцаorer, который с улыбкой своей тепловиной ворует в пейро уродёра, за птицей, которая в зону, слитка-стелить, которая в темной темнице томится, в замке, которая построила кощик. И вот меч Где мой самосед? Где мой самосед? И сразу всё изменилось. Видишь, Кощея за смертью разбились. И тут же Кощея приходит в конец. Вот приелся могил Горец. Они поженились, и сказка конец. А-а-а! Перехитрить меня вздумало? Ничего не выйдет. Ты что делаешь? Прекрати у меня камни в почках драгоценные. Но раз так, то окаменевай. До запада солнца недолго осталось. Да лучше камнем быть, чем с тобою жить. Маша, милая! Офей, я была уверена, что ты спасёшь меня. Маша, бежим отсюда. Нам не выбрось. Скощень перекрылся ходы-выходы. Маша, есть воздельный ход. Бежим. Бежим. Ой, что-то у меня ноги тяжелыми стали. Но, Женя, я действительно превращаюсь в камень. Маша, я на руках тебя понесу. Где дело, скощенья? Да это не может быть. Маша, я люблю тебя. Прощай ведь ты. О, голубенький. Видно, стоит ли здесь камень. Хоть от смерти ещё ему не придёт. Маша! 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 Вот и кончилась сказка. Как раньше было бы, что-то хорошо. Заточишь, бывало, в темницу девицу. А тут добрый молодец будет, честно. Теперь тебе не девицы, не доброго молодца. Гражданин! 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 Помогите! Оставь, солдате! Горе у меня. Невеста моя обвинела. И моя Маша обвинела. Надо что-то делать. Да ничего тут ты не поделаешь. Пока смерть в Кащево не придёт, ничего не изменится. А я вечер. А кто? Я, Кащей, бессмертный. А ты? А я, маги, меня. Сейчас тебя опять старого убивать буду. Да-да-да. Я тебя ещё разделал одной левой. Ну-ну-ну-ну. Сейчас я в этой сказке поставлю последнюю точку. Держи, солдатчик. Это ведь всё со смертью Кащей. И разбивай, солдатчик. А ты старая. Пришла смерть твоя. Да-а-а. Маша! Цепь! Товарищ, а вы что здесь делаете? А где тело Мащея? Дело в том, сынок, что я и есть, Кащей, бессмертный. Как? Давно в нашем лесу сказки не случалось. Вот от безделья он и пошёл в прапорщики. Ты её найдёшь. А помнишь, завсклада прапорщика лиху? А, это тот, который на моём зуба не глаз потерял. Да нигде он не терял. Это лихо одноглазо. Чудеса! Чудеса! В нового сказочного народу служат. А воль сказка в нашем лесу ожила. Родятся новые на радость ребятишки. А армия без сказочных дураков будет. ПЕСНЯ 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 Танцуют все! Ненапрасно было! Вдруг как в сказке скрипнула дверь, Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с любой, Ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, был за моря, Знаю, это было не зря, Все на свете было не зря. Ненапрасно было! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ